Есть такой элемент, который не заранее сокращает их беспристрастность, их универсальность, справедливость и так далее. Есть муниципальный фильтр. Муниципальный фильтр пока находится в руках и губернаторов, ну и Москвы в какой-то степени. И хотя администрация президента хотела бы, чтобы этот муниципальный фильтр бы применялся не в полном объеме, чтобы все парламентские партии участвовали в этих выборах, возможно где-нибудь участвовала партия Прохорова и так далее. Но губернаторы часто решают задачи иначе. Они предпочитают обеспечить себе все голоса муниципальных избранников, а своим противникам оставить минимум-миниморум, как это происходило в Новгороде, например. В Новгороде, как известно, было всего две партии, которые попали в выборы, всем остальным не допустили и так далее. И вообще справедливая Россия на прошлых выборах из пяти губернаторских выборов могла бы быть представлена только в двух. И вот задача администрации президента, чтобы хотя бы все парламентские партии были представлены. И эта задача, по-видимому, будет выполняться. Это будет в любом случае волею администрации президента парламентские партии все будут участвовать в этих выборах. Но парламентские партии. Вопрос заключается, может ли какой-нибудь кандидат ворваться, кандидат, не связанный с парламентскими партиями, не связанный с Прохоровым, или с другими партиями, или просто самовыдвиженец, ворваться и пройти через все эти фильтры. Вот здесь большой вопрос. Продолжение следует...